Продолжение международной темы. В Иркутске побывала представительная делегация из вьетнамской провинции Куанг-Нинь. Подписан меморандум об установлении отношений. А еще гости побывали на ряде иркутских предприятий. На проходной предприятии пивоварня Хейнекен-Байкал делегацию встречает министр сельского хозяйства Илья Сумароков и исполняющий обязанности директора филиала Елена Муравьева. Переоденем обувь и оденем куртки. Короткий инструктаж и гости отправляются в путешествие по технологической цепочке производства пенного напитка. Добро пожаловать на пивоварне Хейнекен-Байкал. Цехофильтрации, брожения, варки. В Иркутске выпускаются десятки марок популярного напитка. Особенный интерес вьетнамской делегации вызвала программа, которую компания разработала совместно с аграриями – производство солода. Пивовары заинтересованы в создании собственной сырьевой базы. В 2015 году была посеяна первая пробная партия пивоваренного ячменя – всего 500 гектаров. Ученые и производственники проанализировали результаты, сделали выводы. По итогам уборочной кампании 2017 года пивоварня Хейнекен-Байкал получила первый контрактный урожай объемом около 2000 тонн. В этом году мы планируем увеличить количество сельхозпроизводителей до трех и ожидаем, что будет посеяно, засеяно 4000 гектар. Ожидаемый объем этого года – более 7000 тонн пивоваренного ячменя, а потребность компании – свыше 20000 тонн. Выгодно всем. Пивовары минимизируют затраты на перевозку. Аграрии получают гарантированный рынок сбыта. Спрос определяет цену. Цена коммерческая, но мы уже имеем информацию, что она на порядок выше, чем зерно на продовольственную пшеницу. В будущем данная программа будет развиваться, потому что имеется очень большой спрос, большая востребованность. Иркутская саладовня обещает стать самой крупной от Урала до Дальнего Востока. В ее развитии проявила заинтересованность и китайская сторона. Марина Бурнашова, Максим Абдулов, Аграрная Вести.